Сегодня у нас с вами понедельничек, и уже в этот четверг мы будем разбирать фильм «Друзья на свою голову. 2020 год». Очень классный фильм, посмотрите его, пожалуйста. Вначале, может быть, немножечко будет занудненько, но потом пойдет как по маслу. Сегодняшняя тема – хамство как защитная реакция и неадекватное поведение. Но такое, может быть, выученное, как вредная привычка. И речь не будет идти о том, как если бы, например, вам где-то нахамили, и вот что делать и так далее. Нет, нет, нет. Здесь немножечко другой ракурс будет у нас беседы. Хамство, когда хамите вы или когда хамит ваш близкий. Это может быть в форме защитной реакции или вредной привычки. Ни тот, ни другой вариант не осознается. То есть, привожу пример. И от этого люди могут очень сильно страдать. Но главным образом страдает их близкий, страдают отношения. Или девушка не может понять, или молодой человек, в чем проблема. Почему все не складывается? Почему от меня все разбегаются? А получается вот как. Давайте посмотрим сейчас. Возможно, вы узнаете себя в этом поведении или же своего близкого. Когда вы или ваш близкий заходите в дорогой магазин, где что-то не можете себе позволить. И начинается выражение лица. Господи, боже мой. Ладно, говно. Не, ну пойдем отсюда. Девушка, сколько это стоит? И начинается вместо адекватного, объективного ситуации вообще отношения, какое-то очень странное, да, очень такое, в общем, неуместное в данном случае, да, очень такое агрессивное, с таким неприятным выражением лица. И это форма психологическая защита. То есть я первый посмотрю на тебя, как на ничтожество. Ты уже не успеешь продавщиться в бутика. Что ты тут думаешь? У тебя не VIP-гость, а я какой-то замухрышка. Я сейчас как зайду, как буду только своей рожей тебя унижать, как буду только своим выражением лица тебе хамить. Я тебе продемонстрирую, какой я. На самом деле я богатый, успешный и так далее. Узнаете себя или кого-то среди своих близких? Прямо сразу мне можете в комментариях написать, да, я так делаю, или да, действительно, я вот, у меня подруга, вот именно так и поступает. То же самое может происходить вообще везде. То есть вообще в общественных местах, когда человек моментально чувствует тот или иной дискомфорт, первая защитная реакция – это вот такое хамоватое выражение лица. Но в данном случае мы говорим о защитной реакции. Будь то дорогой ресторан, магазин, какая-то поездка куда-то в Европу, за границу или так далее, да, пришел этот человек в гости, в принципе, оказался в среде, в какой-то новой, где эти люди, в общем-то, возможно, впервые его видят. Может быть, девушке понравился молодой человек, и у нее вместо того, чтобы общаться с ним искренне, доброжелательно, спокойно, да, очень, в общем-то, по-доброму и улыбчиво, у нее идет обратная реакция. Она настолько боится быть отвергнутой, настолько боится не понравиться, что она первая демонстрирует эту реакцию, как бы пытаясь его в этом опередить. Понимаете ситуацию? Соответственно, она вот на него смотрит, господи, что это? Кто здесь вообще, да? Что это? Такое часто можно наблюдать у интровертов, у таких социофобов, застенчивых людей. То есть они не просто где-то такие шаи краснеют, бледнеют, стоят в уголке, а они могут именно даже где-то агрессивно продемонстрировать вот такое свое какое-то пренебрежительное, довольно-таки уничижительное отношение к окружающим. Это вот первый момент. Пожалуйста, его обязательно отслеживайте, как у себя, так и у своих близких, потому что это очень неприятно, мало сказать, да. Это неприятно прежде всего вашим близким, это неприятно вашему окружению. Более того, вы можете этого совершенно не замечать. И вам могут уже постфактум через какое-то время просто кто-то сказать, что послушай, ну у тебя выражение лица как будто говна наелось, или что случилось, да, тебе грустно, плохо, тебя кто-то разозлил. А вы даже этого не отследили. Вы были где-то на вечеринке, на каком-то там мероприятии на дне рождения, и вы даже не отследили, какое на самом деле вы несли у себя вообще на себе выражение лица. Насколько оно было вообще таким непрезентабельным, нелицеприятным, недобрым, да, недоброжелательным, насколько оно было вот таким недовольным, агрессивным, вот таким каким-то, да, хамоватым. То есть окружение воспринимало вас как какую-то вот такую чванливую, какую-то гадкую, неприятную женщину или девушку. Вот. Это просто очень-очень важно для того, чтобы вы выстраивали свои отношения с близкими или со своими коллегами на работе, с родственниками, неважно. Даже в отношениях с самыми-самыми-самыми близкими людьми, которые вас прекрасно знают, да, чтобы вы выстраивали те отношения, которые вы на самом деле хотите. И чтобы не было такого, что вам кажется, что ж такое все разбегаются от меня. Ну, потому что неприятно выносить такого человека рядом, неприятно. А вы даже знать не знали, что у вас вот такое выражение лица. Поэтому периодически для того, чтобы понимать, что именно с вами происходит, скажите себе, стоп, что сейчас со мной происходит? Какое у меня выражение лица? Насколько оно вообще адекватно и объективно вообще к этой картине мира, к этой ситуации? Насколько это уместно или неуместно? Да, вот. Что можно сделать вместо этого? То есть вот я сейчас была очень агрессивной, очень такой хамоватый, недовольный, как-то пыталась кого-то унизить, оскорбить. А что можно сделать вместо этого? Официант, да? Еще вот, ну, ахалдей пришел сюда. На самом деле человек сидит, боится трясется, что у него 3 рубля в кармане. И официант это увидит и скажет, вот, ну, вы знаете, вы можете взять бутылочку вина подешевле, и вот как-то меня этим унизит. Нет, уж лучше сейчас я как покажу только, да, но... Даже это не отследил человек, что он вот так себя ведет и демонстрирует. Поэтому, соответственно, обязательно эти вещи отслеживайте, обязательно, да, и сразу задавайте себе вопрос, что я могу сделать вместо этого? То есть каким должно быть мое лицо вместо этого недовольства? То есть доброжелательным, открытым, улыбчивым, легким, естественным, естественным, спокойным, да. Именно есть ведь определенные правила, приличия так называемые, да, правила этикета. То есть улыбка как знак, что я не несу вам какую-то гадость злой, не собираюсь вас оскорбить или пристрелить. У тех же самых американцев. Да, нам может не нравиться этот оскал 32 белых зуба, какой-то может быть он показаться неестественным, но они этим предупреждают конфликты, что я тебя не убью, я не пришел захватить твой дом, твою территорию, я тебе не угрожаю. Я тебе друг, мой сосед, да, я тебе не враг. И они пытаются улыбнуться очень-очень заблаговременно, совсем издалека. Поздороваться, сказать доброе утро, приятного аппетита, и вот все это с этой доброжелательной улыбкой. Хотя он может вообще даже не обратить сам на это внимание. Это уже форма поведения такая, да, встроенная в его социальную действительность. И второй очень важный момент, когда хамство ваше или вашего ближайшего окружения является вредной привычкой. То есть это не то, что это какая-то психологическая защита, что вы чувствуете себя каким-то ежиком, колючим, испуганным мышонком и так далее, да. Нет лягушонка. Это действительно просто многолетним образом выучено в вашей семье где-то, да, друг на друга орали, поднимали голос, выражали какую-то неадекватную реакцию. И со стороны вы, опять же, совершенно не можете это как будто бы отследить. То есть вам кажется, да не орала я. Вам кто-то может говорить, не ори, Света, не ори, да я не орала. И вам может действительно казаться искренне совершенно, что вы не поднимали голос, но вы его поднимали. И вам не просто так сказали, Света, не кричи. И это говорит не только одна какая-то девочка, не только один какой-то человек. В принципе, вы слышите, что да, люди это говорят. Или, возможно, в вашей деревне, в вашем маленьком городочке принято так общаться. Ну, правда, принято. Потому что вот я наблюдаю, что очень... Или в вашей семье принято так общаться. То есть вы создали свою семью, родили там детей, и это нормально. Орать на детей, орать друг на друга, это как бы форма обычного общения, хамство такое. Поэтому для того, чтобы не выглядеть прежде всего в своих глазах быдловато, гадко, совершенно вот непотребно, дешево и отвратно, вот как дворовая какая-то безродная псина, совершенно с отбитой башкой, да, чтобы быть все-таки интеллигентной женщиной или мужчиной, чтобы все-таки уважать прежде всего себя, не скатываться в какое-то хамство, да. Соответственно, нужно отслеживать вообще тембры собственного голоса, нотки и вот эти эмоциональные послания, из чего они состоят. Потому что очень часто останавливая, или, допустим, если мы сейчас говорим не про вас, а про ваше ближайшее окружение, да, даже если ты остановишь человека, скажешь, Вася, ну что ж такое, зачем ты так кричишь, неужели нельзя сказать спокойно? Он, я кричу? Нет, я обычно говорю. И вот хочется, ё-моё, достать диктофон и записать, как Вася говорит. И он даже не отслеживает, что он очень грубо говорит, что на него люди жалуются, что он так говорит, что от него люди страдают, да, обижаются на него, злятся на него, не могут с ним сближаться только потому, что это хамство укоренилось в нем вот просто как группа крови уже, как будто бы уже каленым железом не выжечь это, нечто, что он пронес, пронес через всю свою жизнь из той семьи, из которой Вася вышел. Его мать говорила таким образом, его отец, его братья. То есть это хамство было естественным, совершенно спонтанным, абсолютно обычным, ежедневным дейли-рутим. То есть так и никак иначе. Соответственно, но сегодня человек может иметь большие проблемы и даже не понимать, что проблемы у него как раз потому, что он говорит очень агрессивно, очень и очень некрасиво, не по-доброму, очень оскорбительно, унизительно для других людей, очень больно даже, может быть, кому-то, да, в общении с ним. Поэтому имейте это в виду. Соответственно, для того, чтобы вообще нивелировать всякого вот такого образа и варианта и вида странного, неадекватного вообще, месседжа, который вы посылаете в мир, нужно это обязательно наблюдать за собой, да, нужно включать этот внутренний ракурс внимания на сказанное, проигрывать, а как это было. Может быть, где-то попытаться даже, чтобы кто-то снимал вас со стороны, может быть, попросить даже близкого, просто позаписывай. Просто я хочу посмотреть, как это. И человек потом может сказать, боже мой, какой кошмар, посмотрев себя, просто вот со стороны где-то скрытая камера его снимала, неужели я так говорю? Да я же просто какое-то быдло неотесанное. Это же совершенно какие-то сумасшедшие, безумные, оскорбительные, вот вообще интонации. Надо же. А я даже не знал, что вот я из себя вот такую какую-то гадость могу изрыгать. Зачем я это делал? Вот. Я даже этого не видел. И вот это такая интересная форма уже просто привычки. То есть он себя мог совершенно комфортно чувствовать. Это исходило не из каких-то таких внутренних конфликтов, непонятных побуждений. Это было совершенно спокойно, совершенно на ровном, приятном настроении, среди вообще, в кругу своих близких. Но оно было очень неадекватно и неуместно. Все. Но было очень жестко. Да, там и тогда в его социальной среде это было нормально. Допустим, в той же самой армии, где он служил, эта дедовщина, которую устраивали над ним, или он устраивал в конце, это было прекрасно и актуально в тех условиях жестких, военных, когда действительно должна была быть жесточайшая дисциплина. Но вот этот строй военный уже сегодня в его семье, уже сегодня в мирное время с самыми близкими или какими-то коллегами по работе со своими какими-то подчиненными, это неуместно. И может носить самый такой разрушающий характер. Просто тоже, да, чтобы вы понимали вот это. Потому что даже со стороны это так неприятно смотреть, наблюдать это все и слушать, от этого как-то так гадко становится и мерзко на душе, вот когда люди, даже унижая друг друга, для них это нормально совершенно. Вот это естественная совершенно среда. Причем более того, я наблюдаю, когда смотришь на какие-то в России глубинки, там часто бывает именно в глубинках даже такое. Понимаете, в Казани, допустим, этого еще нет, а вот уже ближе там к набережным, челнам уже вот такое чудо может начаться. Но это хамство. А им искренне кажется, что это нормально в семье. И вот они друг с другом так разговаривают. Гороха, ты че там яйца чешешь? Жрать иди, ебак ты мой. И ей искренне кажется, что она совершенно спокойно позвала мужа завтракать. Она даже не видит, что что-то не то. Понимаете, о чем речь, да? Ну, например, уже там ближе к столице этого будет чуть меньше, допустим. Ну вот в данной там какой-то, в данном регионе это совершенно нормально. У них там все на заводе, допустим, так могут общаться. Весь завод так общается, и я так общаюсь, и что? Ну хорошо, тебя если это устраивает, ты как бы доволен тем, что ты живешь вот в такой агрессии. Да, я понимаю, что ты к ней привык. Мы, в общем-то, люди привыкаем ко всему, это понятно. Но ты хочешь дальше так продолжать, чтобы твои дети понесли вот это, да? Этот флаг семейного вот такого какого-то негативного общения в мир? Ну, навряд ли. Нет. Поэтому я призываю вас отслеживать эту агрессию, это хамство прежде всего как у себя, так и у своих близких. И стараться обращать на это внимание и менять, то есть, что я буду делать вместо этого. То есть вместо этой неадекватной реакции, какой реакция должна быть более адекватной. Элементарно, даже агрессивные, злые люди с хамским выражением лица, они долго не живут и много болеют. Имейте это в виду. Чем более доброжелательный, в общем-то, такой спокойный, светлый, открытый человек, легкий, ко всему легко относящийся в жизни, такой вот более позитивный, тем дольше он живет и меньше болеет. А когда человек вот такой вот злой, скандальный, делайте вывод сами. Ладно, мои любимые, все, я вас целую, обнимаю. Что я хочу сказать? Обязательно, во-первых, подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить следующее очень полезное для вас видео. Обязательно подпишитесь. Кстати, по поводу вот этого хамства задайте себе вопрос. Откуда, почему вообще пришло ко мне это? Для чего я это выбираю? Зачем я это создаю, поддерживаю и вообще это все поливаю радостно, этот огородик свой хамский? То есть для чего мне это нужно? Почему я выбрал такую вот агрессивную форму общения? Мы с вами что разбираем? Четверг, друзья, на свою голову. 2020 год, французский фильм. Винсан Кассель. Кассель, Винсан Кассель, кстати, все время не могу правильно преподнести его. Винсан Кассель. Очень такой грань красоты и уродства. Мышина, мышина с гранью красоты и уродства. Но он, конечно, такой гаденыш. Очень харизматичный, что уж там говорить. Все, моя любимая, я вас целую. Заходите обязательно на мой сайт veronikastepanova.com Там очень много полезной, совершенно бесценной информации по женско-мужским отношениям, по саморазвитию. Много очень полезных видеоуроков для психологов. Много гайдов самых разных, вот этих марафонов в записи, так сказать. И в записи, я имею в виду, в печатном виде. И много полезных книг. Ссылочка на сайт будет внизу в описании. Все, подписывайтесь на мой YouTube-канал и нажимайте колокольчик.